Если подойти к каждому человеку и спросить, хочешь ли ты жить дольше, хочешь ли ты жить вечно, и вам все ответят, да, хочу. Большие перспективы в медицине, и они нужны не только для того, чтобы продлить жизнь человека, а для того, чтобы он качественно проживал свою жизнь с хорошими органами, с более, скажем, качественными, меньше было заболеваний, борьба шла с заболеванием. И многие несчастья, которые, к сожалению, происходят в детстве с людьми, да, происходит с людьми, их можно будет как-то перебороть, снизить уровень инвалидности населения, это тоже большой шаг. Технологии развития, продления жизни, они все равно будут развиваться, но у меня, как и мои, знаете, есть свое собственное отношение. Я считаю, что любое хирургическое вмешательство, оно очень мешает, и оно портит. Если оно имеет эффект на самом начале, то потом через несколько лет этот эффект проявляется. Я просто видела очень много людей, которые вот сейчас сделали какие-то вещи самим собой, и сейчас, к сожалению, вынуждены чувствовать себя плохо, потому что они сделали, ну, в частности, допустим, пластические операции, связанные с красотой, с продлением женской красоты. Если мы возьмем категорию больных людей, которым, в принципе, они-то и свою обычную жизнь прожить не могут, то, безусловно, то создание искусственных органов, лечение заболеваний тяжелых с помощью современных инновационных методов представляет актуальные задачи. Потому что если человек, мы подарили ему, там, несколько лет, допустим, или, там, десятков лет жизни, ну, это же здорово. Поэтому медицина, она же гуманная. Общество должно морально расти, так как оно должно готово быть к этим новым технологиям. В противном случае данная технология будет использована только для людей, у кого высокий заработок. Высокие заработки, она будет позволена только им. Столовые клетки и клонирование – это будет, и этого не избежать.